абсолютно стопроцентная деревянная галерея сколько получали рабочие в то время вообще как они жили когда еще увидишь павла перца у себя во дворе сегодня что дружочек ищешь где послать представьте как вы с утра подходите с чашечкой кофе и думаете посмотрю на мир и король и шут и киса да ну что друзья мои мы чтем традиции у меня была проходка вот в ту сторону где мы больше акцентировали свое внимание на архитектуре причем на архитектуре советской на конструктивистской и так далее мы с вами находимся на точке встречи двух моих маршрутов потому что сегодня мы пойдем в другую сторону и тема у нас будет совершенно другая она будет меньше посвящена архитектуре тем не менее я подготовился вот это вот дека который отсюда сбоку так смотрится не совсем понятным образом это дека горького один из архитекторов александр гигела и мы с ним еще столкнемся потому что он построил ну по его проекту построена школа довольно опять таки интересная определенном контексте и она нам сегодня встретиться а у меня в руках книжка вот такая про ноя троцкого но и не ной поскольку вот там дальше находится здание кировского райсовета построенного по его проекту но что интересное в этой книжке можно выяснить что оказывается он участвовал в конкурсе на постройку этого самого дека видите дека московско-нарского района в ленинграде более приземистый более протяженный проект но гигела его победил и соответственно по проекту гигела это и было реализовано а еще но и троцкий по его проекту был построен дом мимо которого мы с вами будем проходить он находится за вот этими деревьями за площадь за площадью говорова про арку нарвскую я уже неоднократно тоже вещал и рассказывал вот как раз таки в предыдущем выпуске вы если хотите можете посмотреть я поставлю вам ссылку сегодня мы прогуляемся по самой настоящей пролетарской слободе и в общем то отчасти она этот флер сохранила до сих пор мы тут периодически встречаем замечательных пусечек вот может быть в конце встретим я там даже сделал определенную фотографию это старый петергофский проспект там идет нарский проспект и мы как бы вот так вот круголями мы практически здесь же и закончим то есть у меня есть такая тема закольцовывать маршруты но прежде чем это сделаем значит давайте посмотрим во первых на кусок этой арки я вам подставлю фотографию как это выглядело еще в самом начале 20 века вы видите что вот с этой стороны цвет вообще какая-то деревянная халупа а если вы переведете взгляд вот туда то на этой фотографии вы увидите что там вообще какие-то столы и прочие вещи находятся еще несколько фотографий совершенно из другой области то есть если мы перейдем камеру в ту сторону но мы не будем вставать непосредственно на светофор я поставлю две фотографии вот одна показывает противотанковые ежи которые стоят прямо здесь в створе этого проспекта один ракурс и а дальше фотография которая сделана уже ближе туда тоже военной эпохи почему потому что это уже самый настоящий передний край обороны буквально через одну станцию метрополитена кировский завод бывший путиловский мы об этом еще сегодня с вами поговорим да то есть там производились танки они сходили и шли прямо на фронт здесь в общем немцев ждали и все подходы были не только забаррикадированы но еще и заминированы здесь я водил экскурсии неоднократно но чего я не знал что появилась буквально недавно это вот это вот оказывается музей то значит какая-то общественной организации инвалиды войны и музей воин современных войн и вооруженных конфликтов ну вот я там не был если вы хотите можете попробовать туда попасть пользуясь случаем я хочу напомнить еще одну очень интересную историю но как бы по проекту ноя троцкого собственно разрабатывал знаменитая площадь московская это вообще центр петербурга задумывался изначально сталиным не срослось война помешала но об этом конечно надо говорить на площади александр невского в александр невского лаври и я там обязательно сделаю проходку но правда конечно не в таком виде потому что все таки надо чтить определенные моменты посмотрите крематорий этого проект обратите внимание александра невская лавра участок бывшего митрополитического сада то есть они реально хотели на участке бывшего митрополитического сада который сохранился до сих пор поставить крематорию александр невского лаври на то есть устроить акт сжигания трупов то есть что до революции считалось абсолютно неприемлемым потому что нужно было хранить людей в землю ибо сжигая только язычники вот так вот большевистская ну так сказать идеология пыталась сразу же переломить все и плюс ну действительно трупов увеличилось большом количестве поскольку гражданская война и голод вот замечательная уникально сохранившаяся конструкция не знаю что это функционально было раньше это мог быть дровник дровник ледник или так далее но обычно господи какой раритет что здесь находится windows xp мама дорогая windows xp записи копирования cd и dvd плеер apple quick time ой ой проигрыватели dvd power dvd ой ну что мы пойдем проведаем кисика киса на крыше спит вот это что касается ноябрамовича троцкого и я напомню что ему предлагали сменить фамилию ну потому что лев давидович уже был мягко говоря не рукопожатный персоной но я сказал а че то я буду менять это моя личная фамилия вот у него псевдоним пусть он и меняет ты чего орешь кого-то хочешь не дают но дадут рано или поздно да соответственно эту книжку мы пока уберем а вот другую мы достанем потому что к ней мы будем сегодня прибегать более чаще более часто эта книга которую я не перестаю рекламировать владимир ковторин первый шаг катастрофе про 9 января 1905 года ну потому что нарвская застава это как бы начало всех начал ибо 9 января началось на путиловском заводе там была проблема с увольнением нескольких рабочих и собственно оттуда все покатилось и основная деятельность вот этого человека который расположен здесь на обложке этой книги его гапон звали начиналось как раз за наш заставы а я вспомнил что мы же сейчас кстати вернемся же да я же передел маршрут точно что да мы сейчас вернемся и там вы наверное написали уже что я не подставил вам фотографии некоторые а почему я не поставил потому что там как раз будет более удачный ракурс вот поэтому ибо понимаете я этот маршрут крутил вертел по всякому мы ходили там разными путями и вот только буквально на последние выходные он у меня устаканился я не буду лукавить ну пойдем прибавим шагу я иногда тренируюсь на группах потому что ну а на ком еще тренироваться чтобы понять как лучше людей водить вот смотрите давайте еще раз повторим закрепленный материал вот отсюда более более соответствующий ракурс это вот значит арка и фотография дреллю сонная а если мы переведем взгляд вот сюда вот здесь вообще очень хорошо видно все соответствует действительность дело в том что вообще эта территория она же была окончательно без поворотно разработана только в советское время причем занимался этим архитектор ильин он был главным архитектором города и есть план и вы даже скоро увидите потому что наверное сейчас еще раз прибегну к этим книжкам вот за нарвскими воротами то вообще бельем все росло но даже здесь вот на этой территории где вы считаете дома все равно еще была такая постарально пролетарская атмосфера лачуги поля и огромное количество производства потому что рядом буквально двух шагах обводный канал там только один красный треугольник чувствует мне очень нравится вот эта конструкция обитая красивым сайдингом я вам иногда буду подставлять кадры там из прошлой экскурсии как я тут водил группу и вот ничего не меняется с тех пор но какие-то изменения есть да вот мы были сейчас только что там покажите покажите там сталинский ампир с одной стороны метрополитет с другой стороны классицизм классический а здесь вот такая неземная красота вот это у меня есть такая книжка замечательная лев ильина вот смотрите вот эта планировка вообще им разработанная вот это навские ворота и вот идет планировка всю этой части где сейчас рабочий городок и так далее а мы находимся вот здесь то есть получается вот здесь вообще вот эта часть она здесь вообще обозначена как простите сады более того если мы посмотрим на творение троцкого уже тоже участвовала в конкурсах на разработку определенных территорий и у него тоже была распланированная часть этого всего на его манер вот смотрите планировку путиловского района путиловского заметьте еще путиловского района 19-20 год вот это здание соответственно нет извините вот вот арка вот арка вот здесь вот екатерингов и вот у него была вот такая планировка но здесь еще речка течет таракановка вот она вытекает туда в обводный канал ее потом засыпали благополучно так что добро пожаловать красиво да очень очень красиво очень шедевральная но немножко я затрону архитектурную тему вот такие а мы с вами до моей любимой занавесочки но на гоупрохе там не очень это будет конечно видно но тем не менее чем эта книжка хороша она хороша тем что здесь именно на основе статистических данных исследований показаны как жил рабочий класс когда мы слышим рабочий класс мы представляем из себя какой-то аморфный рабочий класс на самом деле он был абсолютно разные и зарплату этого рабочего класса были разные и вот здесь у нас есть уникальная возможность посмотреть на вот этот двор еще но не до революции потому что эти конкретно дома уже послевоенные вот этот угол как он выглядел раньше естественно никакой детской площадке нет более того нет еще даже вот этой тумбы запасной это бегемотик нам еще встретиться мне кажется это очень удачная вообще стилизация представителей данной профессии и если мы сюда выйдем центр города большого и переведем камеру вот на этот сторону здравствуйте а мы как раз пришли ваш двор но давайте давайте быстренько сфоткаемся да когда еще увидишь павла перца у себя во дворе сегодня вот прекрасно да спасибо павел огромное вам за ваше творчество мы ценим его вот как раз посмотрите выпуск этом поставлю вас будет с историком концерт с вашими песнями а слушайте такая нет у него как бы свои пути у меня свои пути мы это да я из этой тусовки выпилился потому что там конечно все на фасаде очень красиво а так с изнаночки я просто не хочу это освещать как бы каждый как он хочет но не марксистский марксизм ну это мягко говоря спасибо да то есть вот смотрите 1 2 и вот еще третий такой же корпус виден на фотографии и посмотрите как здесь все пусто до выросла капуста мы идем на тут был очень интересный момент мы думали мы там выйдем с группы пошли потому встряли здесь здесь только один вход на площадку такая суровая они два извините вот еще 2 из но вот там выхода нету и еще один конечно потрясающий эпизод был мы выходили за арки и шла такая тетенька и нас ведет толпа такая толпа игры до наркоманы какие-то она и видно вот наши любимые закутки счастья причем здесь они абсолютно кривые вот смотрите есть трапециевидные вот такие вот потому что это обусловлено ну топографии то есть как улицы сходятся так и они ну и что мы здесь можем видеть вот такие отдельные окна то есть видите один стеклопакет металлопластик а это стеклопакет не стеклопакет это деревянное окно с такой занавесочкой потому что это коммуналка и здесь этих коммуналок просто неимоверное количество например если мы возьмем какую-нибудь статистику да о том как жил этот рабочий класс у меня тут куча все подчеркнутого да вот смотрите во первых 2 июля 1897 года был издан закон о нормировке рабочего времени значит самый конец 19 века вот как вы думаете какое количество часов официально было установлено ну нормальным рабочем графике я все время поражаюсь вот этим штуком но мне тут объяснили на последней экскурсии что оказывается их оборачивали марлей и таким образом возникал вентиляция это все время стебусь это что это от очень жирных москитов комаров в общем ребята 11 с половиной часов рабочий день это минимальный рабочий день то есть как бы естественно работодатель мог устанавливать его и больше поэтому вы сейчас если стонете от 8 часового рабочего дня да еще и с обиденным перерывом еще такое прочее то пардон здравствуйте ой смотри какой и король и шут и киса да это же вообще просто бинго что мы вам помешали вы распевать напитки вы распеваете распеваете а вот эта история на миллиард значит я здесь неоднократно водил экскурсии свое время я естественно обнаружил вот эту надпись я даже вам покажу и фотографию и вот кадры подставлю как мы демонстрируем если кого-то любишь это не значит что ты не можешь считать его мудаком в какой-то момент я прихожу сюда и вижу что это зачеркнуто и это зачеркнуто не жилконторы потому что жилконтора она вот так вот зачеркнет видите есть если вы смотрите внимательно фотку и у меня даже сохранилась этой желтой полосы еще нет если они здесь что-то замазали вот тут что-то замазали а это это концептуальный батл это либо просто человек не согласился с этим либо возможно они даже знакомы и я вот уже который раз обращаюсь к вселенной автор этой надписи не только этой потом этим мелом было написано этим мелом было написано масса всего найдись пожалуйста мне очень хочется узнать кто этот дворовый гений и обратите внимание что вот на двери она сохраняется если бы это было на стене то возможно она бы уже было похерено значит одиннадцать с половиной часов минимальный рабочий день а мы видите тем временем вышли на нарский проспект дальше мы идем с вами вот сюда далее это днем и десятью ночью то есть еще была ночная смена которая значит 10 часов ты там работаешь и также еще один циркуляр который сводился тому чтобы ни в коем случае не допускать уступок рабочим и прекращать забастовки репрессивными мерами расчетом за рабочих расчетом смеси увольнения высылкой их по месту жительства и арестом зачинщиков высылкой по месту жительства имеется ввиду большинство же рабочих это бывшие крестьяне то есть они приходят из своих деревень на заработки в город и это тоже была очень большая проблема потому что в деревне существовала круговая порука ну то есть грубо говоря общий котел на базе этого народники пытались построить ну не коммунизма вот идею как бы всеобщего равенства а у социал-демократа отчасти даже не коммунизм и то это это то что пытался разрушить столыпин потому что там конечно нищие не умирают с голоду но средняк и богатые они не могут как бы выстрелить каждый тянет себя и получалось так что каждый тянет всех и получалось так что когда ты приезжаешь на заработки в город ты отсылаешь деревню деньги и чем больше ты привязан деревне тем более нищим ты являешься в городе потому что ты вынужден помогать им ты не можешь тратить эти бабки на себя мы пришли к вам смеется с миром интересным рассказом мы пришли сюда выбросы сюда потому что это самый большой дом бытового обслуживания дом быта который строили 60-е года при том что вот с этой стороны это не так она называлась резиновых покрытий резиновых изделий а сам дом быта располагался вот в этом крыле и надо сказать что ну это такое знаете стремление тех времен построить вот тот самый славу ты коммунизм человеческим лицом потому что конечно вы где-то могли отремонтировать обувь где-то могли там пошить одежду но все это было в каких-то разрозненных точках которые располагались естественно не в тех местах которых они должны были быть и вот например заметка 23 марта 1966 года газете вечерний ленинград вечерка так она называлась я прекрасно помню эту вечерку у меня родители покупали читали я сам ее читал там на последнем странице всегда были карикатуры и даже какие-то анекдоты на нашском проспекте начато строительство первого ленинграде дома бытового обслуживания первого ленинграде дом бытового служения то есть это первое на самом деле они есть и на лермонтовском это там где сейчас хотят сделать выход со станции метро театральное они есть и финском переулке переделаны сейчас и ну и в общем они сохраняются чем много где общая площадь около 5000 квадратных метров наружные стены будут обрисованы белым кирпичом и плиткой это не случайно так написано потому что белый кирпич и плитка это принципиально новый материал для тех времен витражи будут сделаны из металла из стекла на первом этаже высотой более 5 метров то есть эти их 1 2 3 4 5 этажей разместят пункт по приему одежды в химчистку ателье по ремонту телевизоров радиоприемников магнитофонов и пункт проката во втором этаже оборудуется мужская и дамская парикмахерская по 20 мест по 20 мест я хочу сказать это дофига для советского союза я помню я ходил в парикмахерский но там дай бог там пять человек умещалось допустим мужском зале дальше художественный фотосалон и мастерская по ремонту часов займут весь третий этаж в четвертом этаже портновская мастерская здесь можно будет заказать модный костюм пальто платье а также отремонтировать верхнюю одежду и белье 5 отведен для производственных мастерских по ремонту галантерей и обуви помещения будут отделываться современными синтетическими материалами современные синтетические материалы прошу заметить авторы проекта архитектурная мастерская номер 8 институтный проект болотин и василенко ну и написано что дом бытового обслуживания откроется уже в этом году то есть 1966 году вот так вот в одном ну то есть это такая история которая для нас является абсолютно общим местом но для того времени это прогрессивный проект который позволял людям конкретно здесь сейчас удовлетворить если не все то подавляющее большинство своих бытовых нужд мы пришли с вами вот сюда здесь у нас вот такой формы уголок обычно они прямоугольные либо квадратные реже как в доме мира бухарского они вообще полукруглые на петроградской стороне чекаловский я еще не снимал этот маршрут они трапециевидные а вот тут они треугольные причем неровным собственно неровный треугольник сделан и поскольку вот этот вот дом который перед нами это доходный дом человека бывшего крестьянина я сейчас даже найду его фамилию я нашел эту информацию не буду лукавить на сайте city walls собственно где и много чего можно найти я вам рекомендую свои интересуетесь этими историями туда залезать доходный дом константинова значит дело в том потому что мы крутанемся еще на самом деле потому что можно по-разному пройти сейчас если мы допустим да ну здесь крутанемся с группой мы сюда не ходим группам идем туда но сейчас у нас более как бы дидактическая более детальная экскурсия потому что речь идет про этот дом значит константинов был владельцем этого дома он бывший крестьянин который пришел сюда основал артель наши любимые закутки счастья малярную стал делать бизнес вышел в купцы и дал своим детям очень хорошее образование и надо сказать что он его построил буквально в несколько этажей и хотел на этом остановиться но ему удалось заложить этот недострой взять кредит и достроить его дальше это пишет его потомок и я даже с ним списывался хотел сделать с ним интервью потому что то ли внук то ли правнук внук наверное потому что оттуда я узнал очень интересную деталь вот эти глухие бронмаурные стены бронмауры они оказываются без окон были не только потому что противопожарные но еще когда нет окон ты не платишь за землю которая прилегает к этой стене а если окна есть это считается земля твоего дома ты платишь налог вот это я узнал от этого потомка еще он пишет интересную деталь что вот это я понимаю колес отбойный столб чем пишет очень интересную деталь что несмотря на то что семья большая семья константинова она жила здесь но с квартиру свою он выбрал не окнами на улицу да с таким обратите внимание достаточно красивым фасадом а окнами пойдем так обойдем окнами во двор билеты нет он вам по моему все-таки соседей нет этот этот 35 б до этот дом все все потому что здесь дальше еще 35 а все верно нас нас с панталыку не собьешь а мы здесь еще окажемся на самом деле но раз уж мы оказались именно с с этой стороны потому что мы пойдем по противоположной стороне то я сразу же подставлю фотографию это должны фотографии это бывшая открыткой видно как эти два корпуса настроены но собственно как они настроены видны и без открытки мягко говоря но там написано что это здание таможни это один из корпусов здания таможни а вообще это конечно производственные мощности князя ликтенбергского которым мы еще пару слов и не только пару слов скажем потому что о нем можно рассказывать не только возле мариинского дворца где он жил со своей супругой марией николаевной старшей дочери николая первого но и конечно же здесь потому что здесь были его гальвано-пластические мастерские вот про этот вот про это он писал как раз что сохранены здесь подсобные вот эти помещения пристроенные к этому дому вот видите петли наши любимые да так вот я сказал про то что у них была квартира окнами в стену я сказал не сказал почему потому что лучший 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 квартиры сдавались для того чтобы получать деньги которые нужно было выплачивать ну кредит нужно было ими выплачивать а сам домовладелец жил окнами во двор хотя обычно наоборот домовладелец забирал себе бельэтаж как правило самый лучший вид да ну и остальное шло ему в карман и примерно до 60-го года в доме до до значит была собственно котельная работавшая на угле кроме того сохранился печное отопление на заднем дворе дома в сторону дома номер 16 по плану место каретников были дровяные сараи вот в том месте были дровяные сараи это вот единственно то что мы показали то что сохранилось мы сами идем вот сюда налево так ну и вообще зацените социальный лифт я не хочу сказать что российской вы специально вам рассказываю как жили рабочие чтобы не подумать что российская империя это был какой-то рай земной нет но все-таки определенные возможности у людей были вот он был простой крестьянин имел себе собственный дом дал своим детям достойное образование потому что потому что вот этот угол я его даже и на предыдущих фотографиях показываю это один из прекрасных элементов петербургской безысходности смотрите александр павлович старший сын один из создателей телевидения выдающийся ради физик инженер федор павлович архитектор николай павлович инженер энергетик павел павлович химик исследователь по гипнофронте варвара павловна физик крупнейший специалист области хим физики борис павлович физик академик академии наук ссср герой социалистического труда вице-президент и так далее академии наук леонид павлович инженер-конструктор изобретатель руководителя производства государственной премии мария павловна физик сотрудник ft и екатерина павловна физиолог супруга термена термен это тот человек который забрал термин бокс такой инструмент вот такие две штучки и такой пальцами ты водишь за счет электромагнитного излучения получается вот здесь очень интересный элемент казалось бы корпус просто вечная мне очень нравится вот эта затычка пепси поколение пепси видите как вход акцентированный это бывшая киношка там где сейчас семи шагов раньше показывали крутили фильмы синематограф это было тоже архиприбыльное дело потому что ну это только-только начал набор набирать обороты вся эта история и тут вам пожалуйста поэтому в так вот в этой на этой территории это не набоков который пишет про да то как он на нескольком проспекте там со своей этой шульгина да его первой любое было но он ее машенька на уме под машенькой описал но других берегах он пишет как они там целовались на заднем ряду нет это прямо самая настоящая рабочая слобода и здесь конечно же ты открываешь и вся округа к тебе ходит на эту киношку смотреть видите какими хитрыми путями здесь можно выруливать мы вышли вот сюда поразительный жест экскурсовода да мы вышли вот сюда ну вы не понимаете да чтобы больше сюда я вам подсказываю да но здесь конечно опять вот это не самая веселая тема потому что есть фотография ну замечательная там и в кавычках и без кавычек но для этого нам надо перевести камеру вот на эту сторону здесь находится баррикада то есть виден видна стена вот этого дома то есть в этом районе все было чертовы бабушки перегорожены ну и в общем чё мосты были заминированные многие предприятия были заминированные то есть предполагалось если вдруг враг прорвет оборону и сюда зайдет то все это взлетит чертовы бабушки на воздух но немцы народ практичный солдат умеет считать и они поняли что если они начнут город брать штурмом то просто положат в лучшем случае половину своей армии поэтому лучше окружить кольцом и устроить самый сочи геноцид что они собственно и пытались сделать здесь такой тайный пассаж на резенштерна можно выехать туда и оттуда проехать и собственно когда ты опять собственно что что ты будешь делать то когда ты едешь вот оттуда то можно здесь развернуться чтобы не выезжать на а мы сейчас переходим пока к другой теме нашего рассказа к консервной поскольку мы подходим к дому вот если на него посмотреть внешне это абсолютно какая-то утилитарная убогая постройка которая ничем не выдает даже бывшее производство тем не менее это бывшее производство причем построена она изначально была братьями бенуа юлиям и александром вот видите такой серый фасад на первом плане нам прекрасный граффити вырисовывается какая-то стена видать огораживавшая раньше помойку или что здесь было отчего эта стена хрен пойми на самом деле это адрес бывшей фабрики франсуа безиры где изготовлялись консервы дело в том что после погано проигранной войны крымской которые нас называется крымской а там называется восточный этот был я не буду называть этого клиента короче дел маршрут один и там просто 28 тысяч согласований потому что 28 тысяч сидят умных людей и каждый пишет какие-то заметки на и я упоминал о том что осады петропавловска и прочим какая осада петропавловска во время крымской войны мне было написано и все понятно игра то есть они услышали слово крымская и у них то сказать было решено английская эскадра даже финский залив заходила ее из окон дворца варенинбауме наблюдала великая княгиня или она павловна из подзорных труп у нее весь балкон был и не уставлен короче основная же проблема вообще воин смотрите какой-то чудесный садик сделан было в том что солдаты и прежде всего и офицеры в меньшей степени они гибли даже яблочки растут они гибли не столько во время сражения сколько во время стоянок и переходов от холеры чумы от плохой пищи и вот наши несчастные солдаты питались в основном сухарями и кислой капустой александр второй понял что надо с этим что-то делать и идти вообще в ногу со временем вот консервы значит обезер он изначально занимался тут был производство концентрировано кофе была пастила из абрикосов был смородиновый сок здесь делался ну и было давно задание интендантского ведомству для того чтобы они наняли ну то есть отправили запрос военно-медицинскую академию те провели исследование как нужно сделать правильные консервы я тут просто кое-какие подсказки себе выискиваю чтобы не соврать вот здесь на самом деле смотрите я поставлю вам кадры мы тут идем с группой я рассказываю как раз про то как устраивались раньше ну да все дровники летники и здесь реально штабель дров лежит ну это конечно были не дрова скорее всего это же но выглядело это абсолютно как штабель дров игры а вот смотрите да и даже сделал фоточку и меня даже пару людей моих коллег спрашивали где это находится потому что ну вообще кстати пользуясь случаем давайте я сейчас поставлю кадр это не входило мои планы этот отрывок из фильма господин оформитель он заходит во двор и там прям очень хорошо видно вот состояние двора да то есть там и сарай и дровник и дворник и белье сушится и в общем все как мы любим смотрите здесь производилась основном жареная говядина рогущий каша горох мяса и овощные гороховые похлебки ну как как бы сейчас сказали был объявлен тендер и успели они они обе зиберун до зибер а зибер а зибер да я не гаянь а я говорил обезьяр да ну вы все равно не знаете как но он а зибер да значит он был франсуа сын его звали арман и он выиграл этот тендер но 75 году неожиданно нарисовалась некое акционерное общество товарищество наше которая тоже захотела на представляете полторы полтора миллиона консервов в год для армии ну это просто такой уху мы на мальдивы ну и в то время не знаю мы в биориц да или в манте-карло и поскольку а зибер поскольку а зибер был француз подряд был отдан нашей компании дальше война русско-турецкая 77-78 году во время которой выяснилось что 90 процентов консервов были бракованы от этого товарищества от а зибера только 12 вот смотрите вот это тоже очень интересный колес отбойные столбики в таком виде я их вижу в первый раз и вот это видите центральная проездная арка потому что вот внутренний двор причем смотрите два крыла кирпичных то есть угадываются какие-то до бывшие промышленные истории а это уже позднейшая достройках ибо вот я вам сейчас подставлю фотографию даже фотографии рисунок до показывающий саму эту фабрику там написано чем она занимается и немного и видно что там на заднем плане труба ну и хоть как-то можно угадать что это она потому что когда вы просто так смотрите вот сюда красоты у вас не складывается впечатление что это вообще промышленное производ предприятие и он стал здесь сделать более того он производство свое улучшил тем что например у него банки отстаивались две недели для того чтобы отслеживать их вскрытие ну то есть если они там бракованы да дальше он выяснил что на самом деле надо кипятить не в воде а в воде с солью потому что температура кипячения воды 100 градусов а воды соли по моему 115 то есть он реально боролся за качество и очень начале двадцатого века он просто переключился только на интендантские заказы ну и сам он умер благополучно а сын его арман ушел воевать во время первой мировой войны погиб под марной марной ну а предприятие потом естественно было национализировано и вот здесь как раз видно да что тут кирпич здесь вот этот фасад перестроена ну и чего теперь тут жилой дом вуаля давай лучше здесь перейдем там все-таки от сюда лучше видно а вот эта история эта история вообще на миллиард значит князь лихтенбергский максимилиан уникальнейший персонаж я во первых вам сейчас поставлю кусок карты где там видно ну дальше вот была улица она так называлась лихтенбергская и там на карте видно что вот этот кусок тут написано значит про таможню потом был пристроен еще один корпус просто если мы потом пойдем туда ну сейчас сюда пойдем и не потом и сейчас но мы выйдем на набережную на канал и там начинается там по правой стороне пойдет это колоссальное огромное здание красного треугольника но там даже на нарвском 20 там раньше был например шоколадная фабрика к конраде и я об этом как бы отдельно скажу потому что его сын потом убил нашего посла внаровского ему памятник стоит в москве вот за лубянкой во дворе дома страхового общества россии построена по проекту кстати леонте бенуа сам начали лубянки слева да справа как бы фрисбек и гб а за пушкарской улице вот по левой стороне там такой стоит немножечко как будто какать хочет вот тут кстати очень интересно представляете вот сейчас это здание современном стиле оформленная хотя это опять-таки бывшие там помни или что а раньше вот смотрите какая картина достать деревянные дома все как мы любим максимилиянушка наш женился на мари николаевне и николай первый сделал бинго он не хотел отпускать мари николаевну он искал какого-то принца но потому что какая судьба у царской дочки выйти замуж и ехать в европу вот нашли вот из этой немецкой мухосрани оставайся мальчик с нами будешь нашим королем он остался и вместо того чтобы вести нормальном раз жизни великого князя бегать за балеринами спускать деньги на скачках пить курить болеть но я конечно утрирую не надо к кидать меня тапками не естественно не все великие князя были такими но были и такие по крайней мере про балерин уж посмотрите мою серию романа без соплей про николая николая младшего и про константин николаевич его старшего брата он занялся наукой он стала работать над новыми методами галеонопластическими потому что раньше памятники все изготовлялись каким образом ну медный всадник да делается форма и в нее заливается в данном случае бронза это дорого это тяжело это чревато тем что труба прорвется архитектор фальконе с криками 3 убежит а наш русский человек хайлов рискуя здоровьем потеряв там зрения и пол руки он значит трубу перевяжет и у плодка состоится метод гальвана пластики совершенно ной значит ты в ванную с электролитом помещаешь тонкую такую форму включаешь ток она покрывается тонким словом металла и вуаля Так вот, даже модель батареи, которая зарабатывала этот ток, разработал сам Лихтенбергский. И там, где мы, собственно, пока, там и были его мастерские, где было три ванны, две, если я не изменяю, по 1400 литров, а вторая, по-моему, 2700. Здесь опять случилось страшное, картинка станет менее плавной, но мы постарались исправить эту ситуацию. Значит, смотрите, в этом цианистом электролитии было сделано в этих ваннах гирлянды и цветы, плоды, фигуры апостолов и ангелов, барельеты и головки херемевов для Исаакиевского собора. Значит, все вот это убранство архитектурное, которое вы видите на Исаакиевском соборе, оно было сделано вот там. Дальше. Статуи барельефа и эрмитажа Зимнего дворца. Взведение галимонопластическим методом покрывали золотом медные листы для куполов Храма Христа Спасителя Москвы. Господи, какой это прогресс, потому что до этого, например, как покрывали медные листы для купола Исаакиевского собора? Так, брали специальную амальгаму, золото с ртутью, покрывали эти листы и на огне выпаривали ртуть. Золото впивалось туда намертво, но вы можете представить, как мерли, дохли. А если даже не мерли, не дохли, то какой урон здоровью наносился тем, кто занимался этой чудесной процедурой. Да, вот здесь это происходило абсолютно цивилизованным, нормальным способом. Максимилиан Лихтенбергский, к сожалению, умер, съездил там на уральские заводы, простудился и вуаля, Мария Николаевна вышла замуж за графа Строгановых, но это уже совсем другая история. Мы переводим взгляд вот сюда, тут отличная фотография есть. Давай только от солнца уйдем, чтобы... Вот, ну, примерно с этого ракурса, да, стоит такая штука, которая раньше стояла, мне кажется, у каждой хрущевки и прочее. Такая лестница, на которую ты очень хочешь залезть, поскольку тебе туда надо. И видно, что витражи все разбиты. Это самое начало 80-х годов. Это Спасо-Петербургское подворье, Санкт-Петербургское подворье Спасо-Преображенского-Лаанского Ставропегиального монастыря. Изначально здесь стояла церк, подворье Староладожского монастыря, куда, кстати, кто-то первый свою женушку несчастную заточил. Ну, а потом архитектор Василий Косяков, автор много чего, самое главное его подающийся постройка, это Морский собор в Кронштадте, построил вот такую неземную красоту в неорусском стиле. Интересная судьба у него после революции. Значит, закрыть Казанскую церковь постановил Президиум Леннаболского полкома 10-го года 1934 года. Храм был закрыт 7 октября 1935 года. Со второй половины 30-х годов Казанская церковь использовалась для производственных целей. Сначала швейно-трикотажной фабрики, затем мебельной фабрики, храм разделили на три этажа, в наружных стенах пробили новые оконные и дверные проемы и так далее, и так далее. Изначально его хотели сделать... Открыть здесь универмаг образцовый. Вы представляете, да, в бывшем храме. Вот видно, да, что сейчас все восстановлено. На той фотографии было понятно, что все, к сожалению, не в очень хорошем состоянии. Вот эта школа построена по проекту Гигела. Она, видите, изгибается. Это уже такой переходный период от конструктивизма к сталинскому ампиру. То есть уже появляются какие-то там сандрики. Покажите школу, пожалуйста. Сандрики, пилястры и так далее. Ну, то есть то, что в конструктивизме невозможно. Эта школа интересна тем, что сюда, из школы свободного канала, перешел Иосиф Бродский в 8 классе. Он здесь отучился ровно в четверть. И как он сам писал в своем произведении полторы комнаты, он просто посреди урока встал и вышел из класса. Заметьте, что Нобелевский лауреат, который преподавал там за океаном словистику и вообще массу всего, один из интеллектуалов эпохи, не имел даже 8-ми классного образования. И поскольку Бродский это такой, знаете, до сих пор некое яблоко раздора для кого-то, я очень люблю спрашивать людей, ну вот, например, кто ко мне приходит на экскурсию, я говорю, поднимите руки те, кто стоял у станка и что-то делал своими руками. Поднимает, как правило, ну там один, два, три максимум человека, включая вашего покорного слугу, потому что вот, да, пальчики мои всегда показывают в фуганочном станке побывавшей. И после этого я задаю вопрос, а куда пошел Иосиф Бродский после школы? Он пошел на Ленинградский металлический завод, работал помощником токаря, то есть он пошел по пролетарской стезе. Затем, когда его сослали в ссылку, он с больным сердцем таскал выкорчеванные пни. И так, там же была подстава, да? Там была подстава, пошли здесь. Там ремонт, по-моему, идет. Ну мы проходили, да, но там зато видно хорошо драночка, да. Тогда пойдем там. Я к тому, что очень часто пишут, что он такой недобитый интеллигент, и пишут это люди, которые, сука, мне кажется, тапара-то в руках не держали ни разу в жизни. Ну уж у станка они точно не стояли, а Ося стоял. И я всегда говорю, что вот я называю это два пути эмиграции. Путь Бродского и путь Солженицына. Путь Солженицына это типа давайте хернем ядреной бомбой по Советскому Союзу. А путь Бродского это отвалить от меня с этой антисоветчины. Я хочу спокойно жить, писать стихи и как бы преподавать красивым американкам, ездить в Венецию зимой. Он говорил, что Венеция зимой, это, как говорят, это гарбо. Гарбо в ванной. Ну и получать кайфа от жизни. Поэтому вуаля, отвалите от Бродского. Бродский красавчик, он и стихи писал, и баланки тачать умел. В отличие от многих диванных коммунистов, пролетариев и так далее, которые в состоянии максимальной усилии у них уходят на то, чтобы пальчиками по клавиатуре стучать. Так что С большая разница. Неожиданным образом, один из последних, получается, адресов Бродского в городе-герой Ленинграде. А мы с вами сейчас выходим... Нет, я перепутал. Здрасте, здрасте. Да, забор покрасьте. Нет, это, короче, не здесь ремонт был, там дальше. Мы с вами вышли к дому, построенному по проекту Роберта Гедики. Он же принимал участие в постройке самой фабрики «Красный треугольник». Это дом для работников «Красного треугольника», сохранившимися до сих пор подсобными тоже постройками, функциональное назначение которых могло быть каким угодно, там от прачечной до того же самого дробника. Не все, надо, конечно же, сказать, работники «Красного треугольника» получали здесь квартиры. Предпочтение отдавалось тем, кто проработал уже довольно долгое время, потому что это вообще российско-американское товарищество. Ну и, естественно, отдавалось предпочтение тем, кто отработал и уже приобрел какой-то опыт и занимал какой-то вес на социальной лестнице, даже рабочие, мастера и прочее. По тем временам это вообще огонь в огне. То есть, получается здесь, ну, иногда не квартиру, а комнату, потому что я сейчас вам, например, поставлю фотографию, да, рабочая семья в этом доме. И там мы видим на заднем плане коробки из-под шляп, кровать такая в занавесочках. Сколько получали рабочие в то время вообще, как они жили? То есть, есть же несколько критерий сравнений, да, по деньгам. Например, зарплаты надо сравнивать с ценой за еду и с ценой за жилье. Ну, то есть, значит, с 1899 по 1904 год заработная плата выросла с 37 рублей до 43 рублей в месяц. Но при этом мастеровые инструментальные мастерской получали в среднем 59 рублей 47 копеек, а рабочие по двору только 18 рублей. Ну, понятное дело, да, если ты не квалифицированный, ты получаешь там копье, если ты квалифицированный, ты получаешь в три раза больше. Теперь надо понять. 59-18 рублей в месяц. Это вообще много, мало? Это вообще что? Давайте мы посмотрим на этот фасад отсюда, потому что я вам поставлю фотографию, как этот дом выглядел до этого. И там даже видны вот те вот... Там видны вот эти вот арки соседнего дома на этой фотографии. Стоимость. Фунт печеного хлеба стоил 2 копейки. То есть, это чуть больше 5 копеек за килограмм. Мясо 28 копеек за килограмм. Потом оно немножко подросло к 1904 году, но тем не менее. То есть, с этой точки зрения 58 рублей в месяц, это вообще зашибись. Но, по данной Покровской, на Выборгской стороне стоимость квартиры во всех домах толебалась от 5 до 30 рублей. В среднем же квартира обходилась 13,5 рублей с водой, но без дров. На дрова следует в среднем считать 4 рубля в месяц. То есть, 17 рублей. Привет, привет. Получается, что если ты получаешь 56-58 рублей, то ты платишь, ну, допустим, 17 рублей, и у тебя остается 30 в месяц. Это еще норм. Но если ты получаешь 18 рублей, то ты уже, в принципе, не можешь снять нормальную квартиру. Тебе нужно снимать угол. Да, там где-нибудь рубля за 3-5 месяц. И питаться, чем Бог послал. Мы сейчас, я думаю, зайдем в гости вот в этот дом. Номер 16. Сейчас я посмотрю номер квартиры. Ну, вот напротив которой. 16. Пошли, перейдем. Если нам не откроют, мы позвоним. Вообще, вот эта сама парадная, она, в принципе, открыта всегда. Да, последний этаж шестой. Может, не набирать поеду? Да. А? Может, не набирать? А, господи, а я вас узнал. Да, вы же ко мне ходили. Да. Ну, вот, нас сейчас проведут. Вообще, на самом деле, раньше она была открытая. Нет? Там муниципальные заведения, поэтому замок поставили. Так вот, именно потому, что муниципальные. Но я сюда пару раз заходил. Она просто не работала здесь. А, она просто не работала. Ну, я группу не стал сюда водить. Ну, пойдемте, да. Я группу не стал сюда. Тут, действительно, сейчас мы увидим печь. Я ее помню. Пойдемте. Прям ответственно, как стоите, ждете нас. Мы просто очень-очень-очень задержались сегодня. Да, вот видите, она, конечно, покрыта 58 тысячами слоев лака. Изначально это была кафельная, белокафельная печь. Узнаются вот эти растительные орнаменты прекрасные. Но, тем не менее. То есть, раньше специально обученный человек здесь находился, топил ее, чтобы было тепло. Но ковры здесь лежали, ты ходил в его, соответственно, обязательства. Жил он вот здесь. И к нему можно было постучаться. И, ну что, поднимемся, да? Давайте, можно, хватит. Там любимый лошадь. Это вообще-то. Да, да, да. Какие узкие прекрасные окошечки. Так, мы куда? Сюда, в лифт? Можно вверху, может, по низу. Ну, мы пешком спустимся. Сейчас посмотрим. Давай, да. Вот, у вас нормальный лифт. А вы застали, когда здесь был еще старый лифт? Нет? Нет, его починили в 2008-м. Потому что, вот я всегда рассказываю, вот видите, здесь такой комфортный, он, дверцы раскрываются, закрываются. Нет вот этой вот истории с дверью, которая щелкает, и такие две створки, которые темнорели... Да, тогда вот так открывались. Да, да, да. Потому что здесь, естественно, раньше такие были лифты. Ну, а в революционное время вообще никаких лифтов. Поэтому, чем выше, тем квартиры стоили дешевле. Чем ниже, тем дороже. Потому что подниматься пешком, но, извините. Платили за удобство. Да. Кому это надо? Ничего страшного. Вот здесь, смотрите, хорошо видны перегородки, видите, деревянные. И очень хорошо видна... Ну, раз ремонт мы можем, да, обувь не снимать. Очень хорошо видна вот драночка, видите, на потолке. То есть вот я всегда рассказываю, что дома эти, к сожалению, горели очень хорошо. То есть стены кирпичные, потолки деревянные, перекрытия деревянные. А, да, вот видите, действительно видно. Убрали. Ну, потому что вот этот дымоход, он был на весь, соответственно, как вы сейчас сказали, стояк. Сколько здесь общий метраж? 76. Ну, хороший метраж. Вот, друзья мои, классика жанра. Я постоянно показываю вот эти закутки счастья, говорю, а теперь представьте, как вы с утра подходите с чашечкой кофе и думаете, посмотрю на мир. Но обратите внимание, что конкретно здесь только одно окно смотрит в стену. Да, это окно кухни. Здесь же есть черный вход. А, ну вот. Значит, здесь это классическая квартира, причем, кстати, не очень большая по метражу. Надо сказать, потому что, опять-таки, это нарвская застава. Здесь уже все-таки ориентировались, но насладились, да, прекрасным видом. Красиво. Да, вот кирпичи, видите, брендированные кирпичи. Да, раньше, потому что каждый производитель свои кирпичи брендировал. брендировал. Вот родные такие штучки. Вот. А это черная лестница. Она всегда практически выходит на кухню, потому что вам именно на кухню поставляют продукцию. Зеленщики, мясники, хлебники. То есть, вот они отсюда поднимаются, отсюда заходят платеры, отсюда же заходит вся прислуга и так далее. Да, это вот старый еще замок, который нужен, замок, который нужно было крутить вот так. И господа-то, на самом деле, они на кухню, ну, заходят только лишь проверить. Мы на самом деле, а там можно будет выйти на улицу? Ну, мы тогда, спасибо. Потому что меня будет изнутри закрытый, я с вами не смогу. Да, да, все тогда, спасибо большое за приют. Вуаля, идеальная, идеальный проход, чтобы показать вам вот этот быт. Более того, обратите внимание, что здесь вот вообще предполагались всевозможные тоже какие-то хранения, как сейчас принято говорить, зона хранения. Иногда, но не в этом доме, да, вот здесь, где же, на восстании, я видел такую штуку, да, сохранены были деревянные дверцы и до сих пор там народ хранит какие-то свои штучки. Да, и обратите внимание, что вот это вопрос о нумерации. Видите, квартира 25. Здесь не должно было быть номера квартиры. это уже советская история, потому что, поскольку два входа, даже 76 метров считалось много, давайте мы попилим эту квартиру пополам и сделаем из нее две. Нет, я вру, я вру, на самом деле это к этому не относится. Да, да, я наврал. Дело в том, что это, это уже следующее, это уже флигель, это достроенный флигель, и почему он стоил здесь дешевле, потому что ты еще и поднимался по черной лестнице свою квартиру. Извините, это немножко из другой оперы. Но бывает история и с поделенными квартирами. То есть был построен дом и потом, соответственно, к дому пристраивается флигель, либо он сразу же был, а, ну вот, пожалуйста, вот, видите, ну это уже современная история, но это вообще дореволюционная затея, да, что у вас здесь собственные вот эти еще шкафы дополнительные. Ну, как правило, там хранили всякие метлы, тряпки, ведра, ибо тырили, конечно же, все в те времена, даже всякий хлам. Специально же старьевщики ходили, вспоминали многие по дворам. Вуаля! Вот, видите, и это двор. Тоже проходной, но мы уж не будем туда возвращаться. то есть у вас, друзья мои, появился редкий шанс посмотреть на это все вот прямо глазами правильными. Да, вот там шел ремонт, туда сейчас пойдем. Ну, мы, в принципе, уже как бы к финалочке нашего проходки. Вот, соответственно, расслоение в рабочей среде было колоссальное. И понятно, что те, кто стоял на нижней социальной лестнице, да, вот, среди этих рабочих, они ненавидели там и мастеровых и прочее. Тем более, что мастеровые, они же должны были, они же еще менеджерские функции выполняли определенным образом. А мы опять, видите, где оказались? Возле дома бытового обслуживания. Первого в городе Ленинграде, хочу заметить. И, конечно же, рабочие к тому моменту, они начинали бороться уже не только за улучшение своих там условий труда, потому что, ну, конечно же, никакого там этого соцпакета и так далее. Тем более, власть сама декларирует, мы не... Пойдем, перейдем. Мы не будем допускать никаких забастобок. Но! Что написано в этой книжке, уникальная вещь. Есть же знаменитая, если касаться истории с 9 января, есть знаменитая обложка газеты, не помню, пулемет, что она называется, но я подставлю там, такая карикатурная, и там такая пятерня, губернатор, там напечатан манифест 17 октября 1905 года, который даровал там свободы слова, исповедания, собраний, бла-бла-бла, ну, Витта его настрочилась на машинке на Каменастровском проспекте дом 5 и отвез Николая Второму на пароходе в Петергов. Там оставил, Александра Федоровна внесла правочки. Я не знаю, верит Витта или нет, но он писал, что, типа, он, как бы, правочки не внес, просто, как бы, в этом же варианте привез опять, и Николай Николаевич младший, Николаша, так его звали, пригрозил своему племяннику, что если тот не подпишет этот манифест, он выпустит себе пуля в лоб. Вот такие Николая Второго окружали родственнички. И он подписал, и вот и вышел этот манифест, и вот нам на этой странице этот манифест, и такая правая пятерня, значит, Трепов руку приложил. Вот здесь тоже очень, почему сюда прошли, несмотря на ремонт. Видите, абсолютно стопроцентная деревянная галерея. То есть, когда вы на нее смотрите в до ремонтном виде, вам кажется, что она каменная, кирпичная, но нет. Так вот, Трепов сам на самом деле оказывается выступал за то, чтобы дать послабление рабочим. Выступал за то, вот, смотрите, практика показывает, что принцип законности нередко трудно признается не только к рабочим, но и к работодателю, который часто не может примириться с мыслью равноправности договариваться с договоренности сторон. То и дело бывает, что хозяин после происшедшего недоразумения с рабочим, в котором он же признал неправым, увольняет выборных ходоков по начальству. Ну, то есть, рабочие выбирают ходоков и отправляют их к начальству. Вот, помните, я вам показывал, мы бегемотика подснимем, да? Вот он, наш хороший, видите, опять нас встречает рефреном. Отправляли ходоков, чтобы, ну, за справедливостью, а начальство их отсылало. опираясь на свою формальную юридическую правоту, он никак не может согласиться на подобное его поведение, и оно является пагудным в политическом отношении, так как фактически лишает рабочего человека прав жалобы. То есть, Грепов это, на самом деле, понимал, а в историю он вошел как кровавый. Понимаете? Ну, то есть, вот как вот история вот этих кульбитов совершает, совершенно поразительные, в зависимости от каких бы то ни было идеологем, которые меняются. Вот тут я не знаю, что это какая-то мастерская, потому что здесь вот этот антураж, он постоянно меняется. В данном случае здесь у нас вот этот Левик. Уже немножечко с... Ой, смотрите, его, его змейка. Змейка его ест. Плохая змейка. Ну, а это привет, друзья. Привет, друзья. Давайте мы сейчас здесь выйдем ненадолго и потом зайдем. Также ненадолго, потому что наша задача показать вам... А, человек выспался, да. если я вам поставлю фотографию, которую мы здесь сделали, здесь спал человек. Человек выспался, ну, что ж, это же хорошо. Хоть кто-то высыпается в нашей жизни, сегодня, потому что я никогда, к сожалению, увы, ах. Вот. И основная масса рабочих 9 января 1965 года, она как раз шла с Нарской заставы, потому что, как я уже сказал, на Путиловском заводе началась буча, и вот здесь, собственно, их уже начинали встречать. Дальше был кордон на обводном канале. У меня был выпуск, где мы рассказывали про то, как бывшие фабрики и заводы превращаются в общественное пространство и так далее. Я показывал там мост через обводный канал и вот речку Таракановку, где тоже происходили расстрелы, и где Рутенберг схватил Гапона, это такой рабочий закрыл его своей не помню чем, там просто стояли уже солдаты, и они сначала словами обратились к толпе, а потом раздался свисток, и Рутенберг, поскольку он профессиональный профессионер, он знал, что это за свисток, это уже был сигнал к стрельбе, и он повалил Гапона, раздался залп, Гапон не пострадал, Рутенберг срезал с него бороду, наделал на него какие-то очки и срочно утащил. Вот оно. Я показывал это в прошлый раз, и оно здесь до сих пор живо, потому что на Большой Монетной, где находится знаменитое отделение полиции, а в советское время милиция, ну, собственно, это отделение, где снимали все улицы разбитых фонарей, и в Банинском Метербурге оно присутствует, я сниму там обязательно проходку, этого уже нет, потому что, видите, вот отреставрирован уже, приведен в порядок флигель, и, скорее всего, этот дом тоже когда-то будут приводить в порядок, но, увы, и ах. Что с ней будет, я не знаю. Да. А мы сейчас пройдем даже не через проходной двор, а через проходной подъезд. с еще сохраненной дореволюционной плиткой и благополучно выведем вот сюда, там у нас парк Екатерингов, вот как раз в начале Романа Обломов, его постоянно зовут в этот парк, а он не хочет. Ну, у него дела, он лежит и думает о великом. Что осталось сказать? Осталось сказать, что потом на месте вот этих вот гальванопластических пастерских там был склад фабрики имени Урицкого, и там лежали листы табака, которые, естественно, дети и подростки тырили, также там были всевозможные ленты для пачек сигаретных, ну и вот я читал вспоминания, как одному из таких людей, что, дружочек, ищешь, где пассать? Пассать, 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 ну пассать, пассать, дорогой. Да, вот он, он нашел деревце, ну хоть под деревце, хоть не это, не в подъезде, блин, черт с ним. Моя любимая история, уж извините за такое. Иду, вот там вот, в доме старых проценщицы, а там постоянно в том проходе, который на канал Грибоянова, стоит возле бачка и ссыт. Я говорю, я говорю, ну слушай, ну отойдем там до деревьев, ну под дерево хотя бы стоять. Подожди, я в банку, и показывает мне банк. Я говорю, хорошо, молодец. Вот, такая вот история в журнале «Яролаш». Да, и в общем Набоков, ой господи, Набоков-Обломов, сюда не едет. Что по традиции надо сказать в конце? Экскурсии у нас идут, четверг, пятница, вечер, суббота, воскресенье, день. Вот сегодня у нас была просто огненная история, потому что, но стилистка говорит, я приеду прямо в Сестрорецк. Я и пишу, я говорю, ты приезжай только заранее, потому что, естественно, пробки будут в эту сторону. Она паздывает просто дико. Я уже думал не ставить ракет, хотя мы хотели снять и экскурсию провести. У меня дилемма, мне ставить ракет и опоздать, либо нет. Потому что проходит праздник триатлона, и ладно, они перекрыли не только ЗСД, но они перекрыли еще и Приморское шоссе. И получается, что я могу объехать только по КАДу, вот так. То есть, мне нужно ехать сюда, а я въезжал вот отсюда. И прикиньте, я сегодня вот реально втопил. Ну-ка, я сегодня немножко нарушил скоростной режим, хотя обычно я этим не занимаюсь, потому что, но я опоздал в итоге всего на 10 минут. То есть, я краусалчик. Все остались дико довольны, но это был, конечно, тот еще квест. Я не знаю, чем думают городские власти, когда они вот так вот перекрывают. Я не против, пусть бегают, пусть бегают по ЗСД, но оставьте хотя бы одну магистраль свободную, а так они перекрыли и это, и это. Ну, вуаля. Да. Тем не менее, вы можете после экскурсии купить мои книжки с автографом. Вот эту замечательную книжку как раз-таки про упомянутую русско-японскую войну, да, и про упомянутого графа Сергеевича Витта, который вот в такой замечательной изображен карикатуре. Вы можете купить мой... Дорожай, можно сфоткаться вообще? Давай, давай сфоткаемся. Давай. Вообще просто. Да. Одну секундочку. Вообще круто. Все, давай. Давай. Вообще круто. Отлично. Да, значит, Острососальный роман Корень. Сложная книжка, тяжелая, но актуальная. Ну, и хит всех сезон. Сейчас будет четвертый тираж допечатываться. Вот. У тебя здесь мне скисперсом. Уже покупают и прямо после экскурсии особенно приезжие идут и гуляют и оставляют свои прекрасные комментарии. Точно так же вы можете это купить на самом деле по интернету. По интернету. Я говорю как бабушка. По интернету. Да. Короче, на сайте вы меня можете купить. Но в этом случае извините, я их не подписываю. Все, что вам нужно знать находится по ссылкам вот там. Следите за анонсами, приходите на мероприятия. Они скоро получат еще дополнительный пинок. Мы разнообразим немножко их формат, особенно по осени. То есть, все будет еще гораздо интересней. С вами был гид Павел Перес. Увидимся оффлайн и онлайн. Оставляйте комментарии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok